Многодетный отец Алексей Снеговой о большом частном доме мечтал давно. Но накопить своими силами на него невозможно, говорит мужчина. Только после получения субсидий в рамках областного пилотного проекта по строительству жилья для многодетных появилась надежда. Взяли кредит, помогли родственники. Теперь для семьи с пятью детьми будут все условия. У нас наверху там пять. Ну как бы одна совмещенная, там четыре, но мы из них там сделаем пять. И внизу кухня-столовая, комната еще одна, котельная, прихожая. Ну короче говоря, все у нас полезное, вся площадь. Пустой нет у нас, все задействовали по максимуму. Проверить, как реализуется пилотный проект, в Кольчугинский район приехали депутаты ЗАГС Собрания. Идея возникла более полугода назад. В ходе одного из своих визитов губернатор Светлана Орлова и кольчугинские деревообрабатыватели договорились с совместными усилиями. На льготной основе строить для многодетных семей дома из клееного бруса. Один такой сруб стоит около полутора миллионов рублей. С учетом отделки два с лишним. По областной программе семьи получают участок земли и финансовую помощь из федерального бюджета. Подведение коммуникаций за муниципалами. Первые дома в Кольчугине сдадут уже через пару месяцев. С нами работают три семьи. Мы для них на сегодняшний день залили три фундамента. Сейчас как раз заканчивается период технологический. И с понедельника мы начинаем возведение стен, крыш, установки и так далее. По графику мы должны закончить работу к концу сентября. Три семьи построятся. А вот куда детям учиться ходить? В новом районе школы поблизости нет. Правда, есть недострой. Это образовательное учреждение. На балансе уже 20 лет. Но ввести здание в эксплуатацию не получается. Пока деньги собирают по крупицам, строят по чуть-чуть, меняются требования. А новые требования – новый проект. На него тоже деньги. Так и стоит на балансе муниципалитета этот недострой. А ведь деньги из бюджета тратятся. У депутатов закономерный вопрос возник. Так получится, что она топится, эксплуатирует, сохраняется. А никто за это ответственности не несет из вашей администрации. Ну, сейчас будем просматривать и документы. Я еще могу рассказать, что сейчас эти вопросы подняты. То есть сменилась и власть. В общем, тоже отлично, понимаете. И будем просматривать. А пока перестраивать будут по новому проекту. Начать, пообещал глава Кольчугинского района с 2015 года. Заехали депутаты в детские сады. Кроме всего прочего, парламентарии проверили, о чем подрастающие поколения кормят. Ведь уже притчей во языцах стало, как губернатор Орлова, заехав в Кольчугинский детский сад, обнаружила червивые сухофрукты в компоте для детей. Оказалось, нерадивый поставщик у детсада был. Поставщика сменили, но не факт, что он не придет с некачественной продукцией в еще какое-нибудь дошкольное учреждение. Поэтому мы принимаем, вот сейчас принимаем решение, наверное, с депутатами на комитете, все-таки как-то ужесточить это, создать черный список таких участников аукционов, которые просто не должны работать здесь, на территории, раз они не такие добросовестные. И, в общем-то, наше поколение нас очень волнует, младшие. Алексей Соков, Артем Горчаков, Шестой канал.